Искоренить коррупцию – это одна из основных задач, которые перед собой ставит прокуратура Неницкого округа. За последние полтора года при осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в регионе выявлено более 600 нарушений. Прокурор округа Николай Егоров приводит самые яркие примеры нарушений. Восемь глав муниципалитетов привлечены к административной ответственности за нарушения, выявленные в проведении Северного завоза. Бюджетные средства уходили поставщикам без проведения публичных процедур. Есть уголовные дела в отношении бывшего директора компании Нарин Марстрой и экс-главы Хариверского сельсовета. Чтобы в дальнейшем своевременно предотвращать коррупционные преступления, прокуратура заключила и реализует соглашение о взаимодействии с Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, счётной палатой региона, контрольно-ревизионным комитетом, управлением Федеральной антимонопольной службы. Наиболее распространённой формой взаимодействия является обмен информацией о направлении в прокуратуру результатов проверок с признаками коррупционных правонарушений. Так, в счётной палате в прокуратуру округа представлено 15 материалов. По результатам рассмотрения в МВД России с признаками преступлений до принятия специальных решений было направлено три материала. К одному из них подбуждено уголовное дело. Соглашение о взаимодействии между счётной палатой и окружной прокуратурой было заключено ещё в 2012 году. На расширенном заседании председатель счётной палаты Неницкого округа Елена Сопочкина предложила разработать новый документ. Необходимо, наверное, заключить новое соглашение с учётом всех современных требований, так как то заключение, по которому мы работаем, соглашение, вернее, было заключено в 2012 году. Необходимо использовать при взаимодействии такие формы, как проведение совместных совещаний, семинаров, круглых столов по актуальных темам. Соглашения о взаимодействии между прокуратурой, властями региона и муниципалитетов помогают своевременно выявлять и предупреждать нарушения антикоррупционного законодательства. Благодаря совместной работе только в этом году уже возбуждено два уголовных дела по факту дачи взятки должностному лицу. В прошлом году только одно. Общая сумма ущерба от коррупционных преступлений в Ненецком огруге составила почти 2 миллиона рублей, а возмещено всего 800. Для ещё более оперативной работы представителям прокуратуры предложили принимать участие в коллегиях счётной палаты, а сверки документов проводить не в конце года, как это было ранее, а ежеквартально.